Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Добрый день, все верно, дорогие друзья. Начинается наша программа «Наука и технологии» в студии Лизы Калинина. И я уже в предвкушении нашего разговора. У нас будет ликбез по полной. Друзья, в гостях у нас сегодня генеральный директор Центра эффективной офтальмологии, врач-офтальмолог высшей категории Марина Ильинская. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Хотела я вообще с вами поговорить, обозначила тему как зрение и технологический прогресс, но нет. Я поняла, что мы вообще ничегошеньки не знаем про, я не знаю, про использование той оптики, которую мы носим, вообще профилактики своего зрения. Поэтому мы ждем от вас целого рассказа от и до, что делать, что делать, как быть. Но, правда, люди ничего не знают. Да, и при этом каждый день, практически полный день, многие занимаются работой с гаджетами. Да, например. Да, компьютеры, смартфоны, планшеты. И мы живем практически имея в руках постоянно какое-то такое электронное приспособление, куда мы постоянно заглядываем. Соответственно, глаза постоянно работают вот на этом расстоянии. Скажем, определенное излучение попадает в глаза от любого гаджета. И при этом мы знаем, что у нас постоянно у населения портится зрение, чем дальше, тем больше. И люди все больше и больше носят очки, чаще или контактные линзы. И вот тут получается тот самый порочный замкнутый круг, когда вот приспособление, которое мы используем, гаджеты портят зрение, да? Человек одевает очки, но при этом он абсолютно не знает элементарных правил, как пользоваться оптикой при работе с гаджетами, чтобы не испортить глаза еще больше. И от этого начинает падать зрение еще больше, еще быстрее. И люди, несмотря на то, что бывает 30 лет, 35, они продолжают иметь снижающееся зрение, хотя раньше такого не было никогда. Раньше зрение там, ну, близоруксу у ребенка появлялось, она останавливалась лет в 18, в 20, и дальше было всю жизнь практически одно и то же зрение. Сейчас этого нет. Вот по той самой причине, что люди абсолютно безграмотны. Они не понимают, что оптика опасна. Она реально очень опасна. И неправильным ношением очков и контактных линз можно очень усугубить свои проблемы с глазами. Давайте расскажем, как правильно. Правильно нужно делать так. Значит, сейчас очень удобно и комфортно в использовании контактные линзы. Никто это не отрицает. Поэтому люди многие подсели на контактные линзы, и многие даже не имеют очки. Вот в этом и заключается одна из основных опасностей. Дело в том, что контактные линзы, в принципе, как очки для дали, они имеют оптику, необходимую нашим глазам для того, чтобы чётко видеть именно вдаль. И изначально контактные линзы были придуманы для активного образа жизни. Спорт, туризм, какие-то вечеринки. То есть тогда, когда человек не работает глазами вблизи. Ну да, на улице бежишь ты. Да, 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 смотрит вдаль. А за рулём? То же самое, вдаль контактные линзы. Если человек, например, работает таксистом или едет далеко куда-то в путешествие, он, конечно, может носить контактные линзы. Но что происходит? Человек одевает утром контактные линзы и идёт на работу. Значит, в метро он читает гаджет, значит, соответственно, смартфон, например. Потом он приходит на работу, садится за компьютер от 6 до 12 часов. Это всё Лизочка. И не только. Да, и компания. Но это стандартное поведение сейчас людей, скажем, до 40, а то и больше лет, да? И вот в этот момент происходит поломка собственной оптики глаз. Потому что глаза-то ведь имеют на своей поверхности линзы, которые нужны для дали. А человек в них читает и пишет. Да, вот так всё время. Да, именно в оптике, которая для дали, которая в этот момент человеку не нужна, она как раз и начинает портить глаза. Поэтому мы всегда говорим так. Значит, если у вас есть проблемы с глазами, и вы хотите носить контактные линзы, они только дополняют ношение очков в то время, когда вы не должны сидеть с компьютером. Но если вы всё-таки очень сильно привязаны к любимым контактным линзам, и вы без них никак не можете жить, хорошо тогда... И вынуждены быть в окружении смартфонов и так далее. И вынуждены, да, у вас работа такая, да, что вы вынуждены постоянно пользоваться гаджетами, то тогда вы должны носить маленькие плюсовые очки со знаком плюс один, например, поверх контактных линз. То есть вот контактные линзы на глазах, например, там у кого-то минус три, минус четыре, да? А сверху вы должны одевать очки с плюс один, даже до плюс полутора. Тогда вы уменьшаете степень близорукости на, скажем, степень диоптрии ваших контактных линз, и вам от этого становится комфортно смотреть долго на экран. И от этого тоже расслабляются глаза и перестают расти близорукость. Второй момент, что есть защитная оптика. Если человек больше шести часов сидит с любым гаджетом, он приравнивается к IT-специалисту, неважно при этом, какая его профессия. Потому что IT-специалисты имеют колоссальные проблемы со зрением за счёт того, что им в глаза постоянно попадает вот это опасное звучание. Так вот, любой гаджет несёт с собой опасные лучи, которые меньше 420 нанометров. И очки, конечно, и контактные линзы от этого не защищают. Поэтому есть такая современная технология, она называется блюблокер. Так вот, очки с блюблокером не пропускают даже луч лазерной указки. Мы вынуждены прерваться. Друзья, у нас рекламная пауза впереди. Я закрываю глаза, чтобы не били софиты мне. А мы скоро вернёмся. Оставайтесь с нами. Марина Ильинская в гостях у нас сегодня. Офтальмолог высшей категории. Просто она давит на нас своими знаниями, в хорошем смысле слова. Мы удивляемся, что столько всего не знали вовсе. Хотя следили вроде как за своим зрением. Вот, к сожалению, очень многие пациенты регулярно посещают врачей. Но или у врачей мало времени на то, чтобы объяснять элементарные вещи. Или просто какие-то другие вопросы, скажем, возникают. Но люди не знают, правда, элементарные какие-то правила, как нужно правильно ухаживать за глазами. А вот сегодня мы будем исправлять. За глазами нужно ухаживать. Конечно, когда у человека есть машина, и он постоянно за ней ухаживает. Да, вот, и ТО проходит, и там моет её, и как-то за ней следит. А вот про глаза очень многие при этом забывают. И десятки лет, иногда по 15 лет не бывают у врачей, даже понимая, что у них есть проблемы с глазами. Вот это не допускается. Давайте такие тезисы делать. То есть первое, если вы работаете с гаджетом, то нужно иметь линзы и очки на плюс один. Очень тогда серьёзно нужно относиться к оптике. Обязательно. Вот есть люди, их, кстати, сейчас становится всё меньше, у которых стопроцентное зрение, и гаджеты это зрение пока не нарушают. Это очень мощная генетика в том числе, да, срабатывает. Но большинство людей уже стали иметь проблемы с глазами. Если люди знают, что у них есть проблемы близорукости, астигматизм ещё, не дай бог, да, при этом может быть, вот тогда особое внимание к очкам и к контактным линзам. Они должны не только даже правильно подбираться, но самое главное – правильно носиться. То есть нельзя носить постоянно в режиме нон-стоп контактные линзы, потому что очки, когда вы одеваете, вы можете их снять, одеть. Когда вы кушаете, обязательно снимайте очки. Если вы вблизи можете спокойно работать без оптики, и глаза видят без оптики, вам категорически нельзя носить оптику при работе вблизи, потому что иначе ваши собственные глаза от этого испортятся ещё больше. Второй момент. Есть ещё одна очень большая сейчас проблема, колоссальная. В России очень многие решили, что есть такие элементарные лазерные операции, которые сейчас, ну, ношу я очки, ну, не хочу я носить очки, пошёл, сделал лазерную операцию. И такой сарафан, сарафан на радио. Да, 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 здесь есть колоссальные подводные камни, потому что эти операции небезопасны, категорически небезопасны. Именно поэтому, вот, например, лейсик в Италии уже запрещён. Несколько лет как? И запрещён по той причине, как там такая формулировка, что как одна из самых опасных операций на глаза даже в долгосрочной перспективе. То есть они, эти операции, могут давать осложнение через много лет. Поэтому они имеют определённые показания, они просто «хочу», понимаете? Вот, а у нас люди идут по принципу «хочу». Вот хочу сделать операцию, потому что не хочу носить очки. Но тут тоже странно, ведь им дают дорогу, то есть добро, им делают эти операции. Как правило, человек, я просто тоже хочу обывателям защитить. Да, я объясняю, я объясняю. Но, к сожалению, у нас человек, который идёт на эту операцию, не всегда полностью информирован. Поэтому мы говорим, мы не против этих операций. Мы не против этих операций. Они кому-то даже очень помогают, да, и полезны. Но не огульно всем, я имею в виду. Да, категорически. Мы против того, что нет определённой информации человеку, который собирается эту операцию сделать. То есть человеку должны быть обязательно рассказаны все возможные проблемы, да, которые могут потом быть. И чтобы человек правильно, уже осознанно принимал решение, нужному ли это или нет. А на самом деле, ведь у нас сколько случаев, когда человек сталкивается после операции с тяжёлыми осложнениями, а потом говорит, а вы знаете, я первый раз узнал, что они могут быть. Никто об этом не говорил. И, соответственно, если вы идёте на эти операции, это же не простая операция, а собирайте максимальную информацию. И решайте потом, хотите вы это или нет. Потому что оптика, она более безопасна, чем вот эта операция, потому что там могут быть, сразу предупреждаю, отдалённые последствия. Есть сейчас более современные операции. Ну, вот не лейсик, а смайл. Например, эта операция только приходит сейчас в Россию, если человек уже всё-таки... Так инновация уже. Да, инновационная операция. Поэтому если человек уже абсолютно точно для себя решил, что он хочет делать лазерную операцию, тогда всё-таки приходится, наверное, думать об этой более современной операции. От неё осложнений в разы меньше. То есть очень с умом надо подходить к этому вопросу. Вновь у нас небольшая рекламная пауза. Друзья, вы можете Марине задавать свои вопросы. Я думаю, он с удовольствием наш специалист сегодня прокомментирует. 909-928-189-9, WhatsApp, Viber, SMS, группа ВКонтакте, Instagram. Пожалуйста, пишите, скоро к вам вернётся. Напомню, дорогие друзья, это программа «Наука и технологии». В гостях у меня сегодня генеральный директор Центра эффективной офтальмологии, врач-офтальмолог высшей категории Марина Ильинская. Мы продолжаем ликбез, как правильно обращаться с глазками-то нашими. Я повторю просто, кто присоединился. Первое. Друзья, если вы работаете с гаджетами, вам нужно иметь линзы или очки ниже на диоптрии. Примерно на одну диоптрию меньше, чем очки для дали или контактные линзы для дали. Второе. Это вообще ограничивать ношение контактных линз, чередовать их с очками. Да, вообще запрещено носить контактные линзы при работе глазами вблизи. Вот как сидят обычно IT-специалисты. И третье. Не нужно так огульно назначать себе самим вот эти лазерные операции, которые стали такими модными. Именно так. Нужно подумать. Потому что, конечно, вопрос очень серьёзный. И, например, аллергикам, вот если у человека есть какие-то аллергии, не дай бог бронхиальная астма, вот лазерные операции я бы вообще не рекомендовала делать. Потому что выжженная лазером роговица после таких операций может иногда, не дай бог, восприниматься организмом как что-то чужеродное. И может начаться процесс отторжения собственной роговицы. Такие случаи стали уже как бы есть, и они и были. Почему в Италии, повторяю, лейсик уже давно запрещен. Россия пока, конечно, эту тему не закрывает. Она активно, эта тема работает в России. Но Европа уже стала чрезвычайно осторожна относиться к этим небезопасным вещам. Вы до перерыва начали говорить о новой инновационной технологии SMILE. Это новый вид операции, да? Да, это новый вид операции. Дело в том, что лейсик, технология лейсик такова, что там отрезаются или механические, или с помощью лейсика лазера отрезается верхний слой роговицы. Подлежащая ткань роговицы выпаривается другим лазером. И, соответственно, вот эта верхняя шапочка, которая была, скажем так, отрезана, она кладется на место, клапан вот этот. Но он не приживается изначально так, как роговица была в исходном виде. И вот этот рубчик, который образуется на стыке отвернутого лоскута и уже выжженный лазером вот этой роговички, он начинает рассеивать свет. Поэтому очень многие люди могут по-другому воспринимать лучи света от встречных фар. У них возникают проблемы при вождении машин. Они могут даже стать аварийно опасны. Соответственно, у них могут быть проблемы с этим лоскутом, который был отрезан, потому что он плохо прижился. И, не дай бог, там драка, удар по глазу, вот этот лоскут может слетать. То есть там были очень большие всякие проблемы. А вот современная технология называется это смайл. Это когда, скажем так, то же самое уменьшается толщина роговицы, но за счет того, что из роговицы из центра вырезается маленький кусочек и вытягивается через маленькое отверстие. То есть сам верхний вот этот слой роговицы, он абсолютно целый. Его не повредили. А у нас в России эта технология есть? Делается, да, есть. Она уже стала сюда приходить. Вот это единственная технология, которая сейчас действительно стала одной из передовых в Европе. Она появилась в России. Ну, конечно, в первую очередь Москва и крупные города. Но уже в Москве, например, есть такие клиники, которые делают смайл. Другой факт, что это вопрос такой достаточно затратный, потому что Уэси, конечно, дешевле. Но тут уж глаза, по-моему, самое дорогое, что есть у человека. Это здоровье. Скажите, Марина, вот что мы можем сказать людям других профессий, не вашим коллегам, то есть которые вот слышат море вот этой информации, порой противоречащие друг другу, они и как бы доверяют вроде как специалистам. Вот как им понимать вот этот выбор сделать или вот этот, например, когда рекомендуют линзы? Пойдешь в одну контору, тебе порекомендуют одни линзы. Пойдешь в другую, в другую фирму. Ну, наверное, по отзывам, потому что если мы говорим о, скажем так, подборе очков, контактных линз, то нужно, скажем, идти, наверное, все-таки в какие-то крупные компании, которые этим занимаются. То есть те компании, которые занимаются уже давно и эффективно. Если выбор врача, то, соответственно, скорее всего, это отзывы уже пациентов, которые были у какого-то врача. И врач, например, помогает в большом количестве пациентам. Вот тогда этому врачу стоит доверять. Или по, скажем так, советам друзей, которым этот врач помог. То есть, как правило, наверное, все-таки... И на длительное время. И на длительное время, да. То есть я думаю, что сейчас все-таки больше люди ориентируются, наверное, правильно, на отзывы и сарафанное радио, то есть передача информации о каком-то докторе. А что касается, вот если еще коснуться темы оптики, то вот мы говорили с вами, что для Дали должна быть одна оптика, а для Близи другая. Да. Нельзя использовать одну и ту же оптику, скажем, для Дали и Близи. Так вот есть такая инновационная программа, как прогрессивные очки. Программа оптическая в оптике. Стали делаться уже достаточно давно очки, но, к сожалению, не все о них знают. Это когда в одних и тех же очках, скажем, в одной и той же оправе есть очки для Дали, для Близи и на все остальные расстояния, на средние в том числе. То есть там делается коридор, где разный фокус на разные расстояния. И человек, куда бы ни посмотрел, ему везде очень комфортно. Здорово. И вблизи, и вдаль. Вот эти очки великолепные. Для студентов, когда они пишут и смотрят с доски. Для водителей машин, потому что хорошо видно торпеды. И, опять же, вдаль хорошо видно. Ну и так далее. У нас реклама сейчас, друзья, скоро продолжим. Продолжаем, дорогие друзья, Лиза Калинина в студию. У меня в гостях сегодня офтальмолог высшей категории, Марина Ильинская. Продолжаем мы такой ликбез, как правильно следить за своим зрением, хотя бы знать, что нужно делать. Мы остановились на том, что появились такие очки. Вот вам инновация. Называются они прогрессивные. Прогрессивные очки, да, прогрессивные. И он, как бы, он, говорю, они очки настраивают отдалее вблизь. Они полностью разгружают глаза. Они полностью разгружают глаза, поэтому они являются очень мощным механизмом даже улучшения зрения у людей, которые постоянно испытывают зрительные нагрузки. Потому что в этих очках идеально комфортно и вдаль, и вблизи, и на среднее расстояние. Не надо дергать очки там, то одни одевать, если разные очки для дали, для облизи, то другие. У человека на глазах всегда одни очки, и куда бы он ни посмотрел, ему везде комфортно. Потому что там в стёклах есть такой коридор, когда разные фокусы, да, вот разные фокусы выдерживают, вот, скажем так, оптику человека, да, вот, соответствуют оптике человека, когда человек смотрит на разные расстояния. Подбираются они индивидуально, конечно, под каждый глаз. Время подбора таких очков занимает иногда около часа, если это делать качественно. Вот мы как раз, например, в Центре эффективной офтальмологии, мы подбираем эти очки. Поэтому я и могу сказать, что мы час подбираем. Это очень долго, для того, чтобы было идеально комфортно. А если там малейшая ошибка, то действительно там могут быть какие-то погрешности. Но, как правило, если делают профессионалы, там всегда очень хорошо. Так вот, в этих очках, когда человек начинает ходить, у него уходят головные боли. У него даже улучшается зрение, потому что уходит спазм аккомодации. Он начинает гораздо лучше себя психологически, эмоционально чувствовать. Потому что есть такая определенная зависимость. Если человек плохо видит или напряженно видит, у него будет перевозбуждаться мозг. У него будет бессонница, у него будет раздражительность, у него будет какая-то психологическая и даже физическая усталость. То есть это головные боли. У гипертоников может подниматься артериальное давление, потому что глаза плохо видят. И поэтому, когда мы разгружаем глаза, мы убираем очень много проблем и повышаем качество жизни человека. И, конечно, тут ведь помимо оптики будет иметь значение само образ жизни человека. Вот мы говорили, да, человек сидит много с гаджетами, да, это сейчас современные реалии. А еще сейчас современная большая реаль – это то, что люди стали очень много и часто отказываться от мясной продукции, да, то есть переходя на какие-то элементы вегетарианства. Вот для глаз это тоже не очень хорошо, потому что на самом деле белок, который есть в красном мясе, очень важен для головного мозга, именно в красном мясе. Очень нужен для глаз, для органа зрения, головного мозга. И если человек недополучает нужную продукцию, именно вот такую белковую, потому что ни соя, ни даже белое мясо, ни рыба не заменяет вот тот белок, который есть в красном мясе. Так что говядину, баранину надо прикупить. Да, ну скажу так, мы должны есть мясо очень мало. Категорически вот тут надо всегда знать меру. 100 грамм в день, можно через день, можно даже не каждый день, но человек должен его употреблять именно как допинг для органа зрения, для головного мозга. Если мы уходим на вегетарианство, то у нас начинает немножко такая виртуальная какая-то ситуация, даже с головой немножко, и снижается зрение. Это обязательная закономерность. То есть тут вот против этого не поспоришь. И, скажем так, люди, которые не употребляют мясо, им гораздо труднее справляться и с разными эмоциональными нагрузками, и со зрителями нагрузками в том числе, и с какими-то другими вещами в их жизни. Поэтому мясо важно, важно очень для органа зрения. Вот про питание еще продолжим. Хотела вернуться к очкам прогрессивным. То есть они, если человек их как бы приобретает, так скажем, другие мужа не нужны. Ну, только линзы он может иногда надевать, да, если нужно. Мы всегда говорим так, что у человека должны быть и очки, и контактные линзы, если у него плохое зрение. Если у него разные зрения вдали-вблизи, то, соответственно, у него вот эти прогрессивы, они имеют в себе несколько очков. То есть практически несколько. Очки для дали, очки для близи, очки для средних расстояний. А праву там красивенькую можно найти, да? Конечно. Ну, а на все. Конечно. Имидж сейчас нет. А правы все имиджевые. Они идеально подчеркивают особенности. Красоту лица, красоту глаз. Сейчас можно это обыграть с помощью оправы. Это наоборот имидж. У нас приходят сейчас пациенты, многие подбирают оправы, и никакие стекла не вставляют. Вот молодые люди, да? Потому что они себе формируют имидж. С помощью оправы можно сформировать имидж. И мы ставим им обычные прозрачные стекла без диоптрий в эти оправы. Потому что для них это только имиджевый момент. Вот. Так что имейте в виду. Про питание еще. Я помню, что мне мама там когда-то в детстве делала морковку с маслицем или чернику вот для глаз, для глаз. Что нужно еще есть помимо красного мяса? Вот красное мясо, друзья мои, надо есть. Есть обязательно. Чуть-чуть хотя бы, да? Чуть-чуть, но есть, да, есть чуть-чуть. Вот у человека есть, как всегда говорю нашим вегетарианцам, есть клыки. Да, ведь у нас есть зубы, которые действительно клыки. Просто они такие маленькие, не такие, как у хищников. Вот лишнее строение зубов уже показывает, что мы должны есть мясо. Просто клыки такие маленькие. Ну и мяса должно быть столько же, 100 грамм через день. И вареное, и отварное, и там какое угодно. Но, конечно, обязательно. Вот. А что касается витаминов, то сейчас лето и должно максимально поступать в организм количество витаминов именно из свежих ягод, овощей, фруктов. То есть надо сейчас максимально витаминизироваться. А все вот эти пищевые добавки, содержащие чернику, там и так далее, оставлять уже на холодное время года. И после Нового года, тогда уже весной, обязательно их принимать. Но сейчас как можно больше разных витаминов. Просто вот много-много-много-много. И единственное, есть только одна просьба. Если вы покупаете что-то в магазине, очень многие ягоды, фрукты проходят химическую обработку, которая небезопасна. Поэтому все, к сожалению, нужно вымачивать. Даже виноград. На полчаса положить в воду виноград, другие ягодки, огурчики. Вот это все замачивать, потому что тогда на полчаса в эту воду уходят химикаты. А после этого тогда еще очень хорошо промывать перед тем, как употреблять. Обязательно замачивать надо. Вот у нас еще питательный диетологический олигбез получился. Да, потому что питание тоже очень важно для органа зрения. Поэтому мы тоже этим занимаемся. Мы, в принципе, обучаем наших пациентов, как правильно питаться, чтобы сохранить хорошее зрение. Если человек с возрастом, когда уже возрастной человек, старше 40 лет, недополучал в свое время длительно необходимые вещества, то после 40-45 лет начинаются очень серьезные проблемы с глазами. Потому что лишенная нормального питания сетчатка начинает изменяться с возрастом. И появляется такое очень серьезное заболевание – дистрофия сетчатки. А вот, опять же, если говорить о глазных заболеваниях, то, чтобы все знали, зрительное напряжение вблизи, тогда, когда оно не разгружается очками, какими-то другими вещами, тем же прогрессивными очками, приводит к повышению внутриглазного давления и в будущем может провоцироваться заболевание под названием глоукома. А глоукома является первой причиной слепоты во всем мире. К сожалению, вот такая есть цепочка взаимосвязей. Марина Ильинская, офтальмолог высшей категории в гостях у «Страны ФМ». Марина, какую можно делать еще профилактику? То есть вы говорили о гимнастике, про питание мы тоже поняли. Что можем делать самостоятельно? Самостоятельно можно делать регулярно достаточно полезную, эффективную гимнастику зрительную, которая, да, занимает не более двух минут. Я называю ее цифровой. Кстати, эта гимнастика была первой опубликована в моей тогда первой книге, которая называлась «Дети без очков», потому что в тот период мы еще работали с детьми. И гимнастика делается очень просто. Вот как в свое время Бейтс учил, натираются ладошки до теплого состояния, домиками вот так вот закрываются глаза, за домиками глаза открываются, и дальше вот уже глазами мы рисуем цифры. А, 0 или 1? Механически, да, можно от нуля, можно от единицы до 10 и в обратную сторону. Нет, открывая глазки. А, открывать все. Но мы закрываем глаза для того, чтобы не крутились перед нами предметы, иначе будет головокружение, может появиться. А вот глазами, наоборот, мы делаем крупные цифры, когда делаем гимнастику. И вот когда мы делаем от единицы до 10 и обратно эту гимнастику, у нас значительно улучшается кровообращение глаз, без всяких таблеток. И когда человек потом через минуту-две открывает глаза, у него ощущение, что он только что проснулся. Цветно, чётко, ярко и контрастно он видит. Вот эти вот все моменты очень полезны и важны, потому что нужно глазами, повторяю, заниматься. Особенно, кто много работает с компьютерами. То есть понтёрли ладони, приложили к глазам, и с открытыми глазами рисуем цифры. И вот это нужно делать от 3 до 5 раз в день. У вас есть книги, книги несколько. Да, 8 книг. Вот где можно найти вот эти упражнения? Эти упражнения есть во многих книгах. Есть вот 8 книг. Дети без очков. Метод восстановления зрения Марины Ильинской, та книга называлась. Значит, очки и костыли, вот эта, которая сейчас стала, вот, такой достаточно известной. И вот самая главная книга, это, как я всё-таки считаю, это детям про глазки. Если говорим о детской офтальмологии, кстати, книгу сейчас купил Китай, о издательстве Эксмо, и она сейчас будет издаваться в Китае. И вот эта книга, это книга-тренажёр. Она хороша не только для детей, но и для взрослых. То есть если даже сами взрослые начинают работать с этой книгой, они начинают тренировать глаза. Потому что в книге во время чтения как раз есть определённые упражнения, которые тренируют глаза, улучшают аккомодацию. Тоже хорошо. Дорогая моя любимая аудитория, не переживайте, я Марину уже позвала в августе, она обещала одну из книг разыграть. Ну, кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в Инстаграме, Марина Ильинская, в нижней прочей, Инстаграм. Да, потому что у меня Марина, да, Марина Ильинская, потому что меня там задают очень многие вопросы, и я на них отвечаю в Инстаграме. Смотрите, вот сейчас человек нас послушал, понял, что что-то надо менять в этой жизни. То есть начать хотя бы с похода к врачу, да? Вот вы говорите, по 15 лет люди не ходят. Значит, объясняю. Он же не пойдет сам себе покупать очки и линзы сейчас? Самое главное, чтобы человек понял, что у него есть проблема, которую нельзя больше замалчивать, а нужно ее решать. К сожалению, большинство людей, особенно молодых, зная, чувствуя, что у них проблемы, никуда не обращаются. Вот как только человек принимает для себя решение, что уже пора, одним только этим он уже решает многие свои проблемы на будущее. Одним только этим. И потом, к сожалению, у нас есть очень большая проблема, вынуждена ее озвучить. Это когда люди с очень низким зрением, понимая, что они очень плохо видят, не обращаются к врачам, не выписывают очки, не носят оптику, и в таком виде садятся за руль и уезжают. Был у меня такой чудовищный случай. Пришла женщина, она видела одним глазом 5% из 100, вторым глазом 5% из 100 нормального зрения. Сказала, оптикой я из принципа носить ее пользоваться не буду. Это и оптика, и лейсик, и там другие операции тоже не для меня. Я хочу ходить так. И мы в окно видели просто с ужасом, как она села за руль машины и уехала. Понимаете, вот это бомба замедленного действия на наших дорогах. И, к сожалению, такие бывают очень много случаев, когда приходят люди слабовидящие, оказывается, что они приезжают за рулем машины, и они ничего не делают для того, чтобы хотя бы исправить зрение. Это опасно. Ой, будем начинать с себя. Да, начни с себя. Марина, спасибо вам огромное, безумно интересно. Конечно, грустно, что мы всего этого не знали и жили до этого совсем по-другому. Я вот смотрю на свою студию, всё в экранах, а я сижу в линзах. И всё это вблизи. В общем, переживаю я, но хотя бы уже знаю. Приходите к нам ещё в гости. Безумно интересно, правда. Иглашайте, спасибо. Спасибо вам огромное. Друзья, я хочу напомнить, что у нас в студии сегодня была генеральная директор Центра эффективной офтальмологии врач-офтальмолог высшей категории Марина Илинская. Так что, друзья, следите за своим здоровьем. Спасибо, Марина. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин